Это важная часть того, чем Шейн отличается от многих-многих других учителей. Он понимает, что математика не просто наука, в которой надо стать, что называется, самым-самым первым мальчиком или самой первой девочкой, а вообще-то наука для чего-то. И, соответственно, пытается по мере сил, ну, это не так просто, вот такие задачи довольно трудно придумывать и для младших школьников, но, тем не менее, пытается по мере сил давать какие-то задачи на связи, так сказать, математики или с чем-нибудь, да. Например, у него есть совершенно роскошное прошлое, она очень тоненькая, но советую ее прочитать, под названием космография. Космография — это вот что такое. Там объяснено, как мы, собственно говоря, видим звездное небо. То есть это не такой подробный курс астрономии, конечно, который полезный, который замечательный. И сейчас много есть замечательных лекций в интернете, очень советую их посмотреть и так далее. И вот, а такое, что называется, самое-самое-самое начальное. Например, любимая задача, с которой такие вещи положено начинать обсуждать, и когда нет облачности, ну, в Москве такого почти никогда не бывает, ну, тем не менее, иногда бывает, посмотрите на небо, на Луну, в каком-нибудь следующее время, когда, ну, когда-нибудь опять нет облачности. В Москве, кстати, повторяю, сейчас плохо, сейчас у нас облака, ну, не облака, а такая дымка, ничего не видно. Но, тем не менее, не бывает, все-таки Луна видна. Посмотрите еще раз. И вы, да-да-да, нет, я не говорю, я просто говорю, что сейчас Луну не видно. Конкретно сейчас не получится, но, как сказать, если вы займётесь этим, то обязательно, рано или поздно, да, увидите. Так вот, смотрите на Луну, и вопрос такой, ну, знаете, первый, к самому-самому, бывает ли, что Луна и Солнце на небе одновременно? Да, отлично. Вопрос второй. Бывает ли, что часть Луны темная, а часть светлая? Отлично. Это называется фаз, да? Вот такой месяц, да, вы знаете, отлично. Теперь вопрос, а вот это тёмное, это тень от чего? Отлично. О, отлично. Поднимайте руку, кто согласен с тень от земли. Поднимайте уже смелее. Да, считаем глаза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четыре, двенадцать, 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 ну, примерно двадцать. Отлично. А кто считает, что эта тень не от Земли, а от корабля инопланетян, который просто большой и который, соответственно, дает на Луну тень? Он просто там где-то в космосе большой, непрозрачный. И поэтому, так понимаете, кто за инопланетян? Ни одного? То есть все такие нерамантичные. Что? Тоже хорошая версия. Кстати, ее не так просто опровергнуть. То есть то, что американцы ходили по Луне, это еще мало что доказывает, потому что, может быть, они ходили по внешней общине, насекомое какое-то себе прилетело бабочкой, село мне на руку. Она же не может утверждать, что я не живой, да? То есть она села, посидела, тут кожа какая-то. Ну, вот. Так вот, ладно. Значит, за инопланетян никто. Хорошо. Ну, хорошо, 20 человек за то, что эта тень от Земли. А остальные? От Солнца. Тень от Солнца – это хорошо. Тень от Солнца – это совсем хорошо. Да, да, да. Нет, ребята, это, кстати, первый раз в жизни я слышу такую версию, что это тень от Солнца. Да? Это просто неосвещенное. Неосвещенное чем? Солнце. Солнцем. Солнцем. А неосвещенное из-за чего? А из-за солнцем. А почему это Солнце? Все освещает, а Луну иногда освещает так, а иногда освещает так. Потому что там уже земля... Земля мешает. Вот, слышите? Земля мешает. Кто пойдет рассказывать? Допустим, это Солнце. Да. Вот Земля. Ну, на самом деле она подальше. Конечно, здесь. Предлагательная. И Луна. Мы находимся здесь. То есть мы видим... Солнце освещает Луну только вот с этой стороны. А мы видим часть Луны освещенной, а часть неосвещенной. Поэтому и... Отлично. А что будет через какое-то время? Через какое-то время... По... Ну... По большому счету, что мы видим? Земля будет про... Пустицы, короче. И мы окажемся в другом месте что-нибудь. Видим Луну. Это да. Да. Это совсем трагично. Но когда мы ее не видим, то нам вообще трудно не что-то сказать. Нет. Пусть мы все-таки опять видим, но Луна немножко сместилась. Вот нарисуйте Луну в другом месте. Ребят, дело в том, что нельзя сказать, что Луна, Земля и Солнце всегда образуют один и тот же треугольник. Еще сильнее, скислите. Да. Ребят, смотрите. В этом случае с Земли будет видно почти вся Луна спетля. Понятно? Отлично. А при каком положении Луны почти вся она будет темная? А теперь я сняю, откуда вот эти самые 20 человек. Другое вообще. 20 человек будет много. Которые сказали про то, что Луна заслоняет меня заслонять. Дело в том, что, к сожалению, многие из вас действительно думают, что соотношение размеров в космосе примерно такое, как здесь, вот Солнце. И более того, действительно многие думают, что эти три тела вращаются строго в одной космосе. Господа, если бы Солнце действительно было вот такое огромное, и Земля такая огромное, а расстояние между ними такое, то тут не жили. Потому что настоящее расстояние между Землей и Солнцем, может, кто-нибудь помнит наизусть? Солнце. Да? Примпорядок такой. Какого размера вы себе еще мало? И вот у кого-то взорвало? Ну, скорее наоборот. Не то, что взорвало, а она была бы слишком тяжелая. Солнце, по идее, бы притянули, чтобы было. Не так притягиваются. Вообще-то право, да. Настоящий размер космических тел по сравнению с ними – это точно. То есть, если издалека посмотреть, между прочим, вот, ребята, во время моего детства, вот и все было трогано. Это все требовало больших усилий. Надо было книжки искать и так далее. Сейчас есть знаменитая фотография с Воинджера. Это космический корабль, который дошел до границы, в общем, далеко-далеко, да? И сфотографировал оттуда, как выглядит Земля, Солнце. Это практически точки. А между ними расстояние еще вполне себе ничего. Вполне себе заметная фотография, даже очень заметная. Вот, господа, когда Земля заслоняет Солнце, или когда Земля отбрасывает тень на му, эти ситуации бывают, но это называется затмение. И они бывают очень редко, как я повторяю, когда отбрасывает что-то на что-то тень, это называется затмение. Так, ну это я порассказывал о книжке «Космография». Она совсем тоненькая, она совсем-совсем тоненькая, но очень советую. Как и вообще, на самом деле, очень советую послушать всякие астрономические реакции.